Старый год закончился, начинается Новый год. Новый год – это всегда связано с тем, что люди хотят прогнозировать, что будет в Новом году. Но прогнозы всегда связаны, конечно же, надеждами. Поэтому прогнозы обычно не избудутся, потому что просто они нереалистичны. Конечно, час в мире – сложная обстановка. Надо сказать, что все время кто-то там делает прогнозы. Скажем, Владимир Владимирович Путин прогнозировал, что будет тяжелая зима в Европе, цена газа будет высокая, Россия будет очень нужна Европе. Но все это было связано надеждами Владимира Владимировича. Реальность, конечно, была совсем другая, потому что там газ и нефть – это просто какие-то товары. Если цена высокая, всегда будет там кто предлагает этот товар. Но так и случилось. Конечно, Европы предлагали газ, и Америка, и арабские страны, и так далее. Ну и русский газ был не нужен никому, никому. И вот так не сбылось прогноз Владимира Владимировича. А то, конечно, там можно прогнозировать, что мы там на Новом году нападем на Молдавию, нападем на Азербайджан. Нет-нет, это не сказки. Вот в газетах пишут, что всякие российские политики и разведчики, которые докладывают, что есть план на Новый год у Владимира Владимировича напасть на Молдавию, напасть на Азербайджан. Такие большие планы. Но помните, Жанна Печевская пела. И наши танки рвутся в Ярусалим, понимаешь. Новый год будем отвечать в Ярусалиме. Слава Богу, это пустые угрозы, конечно. И я надеюсь, что в Новом году ничего такого не будет. Не будет войны Молдавии, и не будет войны там про какое-то там нападение России на Азербайджан. Все эти жалкие представления Маргарита Симонян в конце года, где он там Владимир Владимировичу тысячу раз говорил, что вот людоеды, что вы, Владимир Владимирович, боретесь с людоедами. Но если там читать, конечно, сколько это сел этот Маргарита людей только в Армении, то, конечно, понятно, что вот два людоеда в Кремле друг друга и тешили, тешили. Единственное, тут, видишь, надежда, что в Новом году все-таки меньше будут есть людей. Путин с Симоняном, Кесаяном и другими такими интересными персонажами. Вот это вот как бы прогноз. Надеемся, что все-таки жертв будет меньше. Все-таки надеемся, что война, хотя не будет таким интенсивным, как сейчас, и многие люди сохраняют жизни. Конечно, это вот то, что хочется очень. Очень хочется. Надо готовиться к худшему всегда. Поэтому, слава Богу, украинский народ получает помощь. Конечно, надо бы больше помогать, но все-таки помощь идет. И это позволяет украинскому государству жить, защищаться. И надеемся, Новым годом и с этим все будет в порядке. Следующий год будет очень сложным. Все прогнозируют, конечно, то, что будет падение экономики. Роста не будет. Продолжается инфляция, хотя она будет падать, но все-таки инфляция будет. Все беспокоятся и за свой кошелек, и государство за свои бюджеты. Все беспокоятся, что будет в следующем году. Война есть война. Да, она нарушила всякие там экономические отношения. Появились новые производители, которые предлагают товар вместо России. Но понятно, что цена этих товаров сейчас более высокая, чем была раньше. Поэтому, конечно, мировая экономика, благодаря этим безумным действиям Путина, конечно, под ударом. Но в то же время вы должны понять, что в мире, когда мы говорим о экономике, мы говорим о таких странах, как Соединенные Штаты, Америка, Германия. Но это же богатейшая страна. Что у них раньше там не было никаких-то рецессий. Но были, ну и что? Чем это все кончилось? Они по-прежнему самые богатые, самые успешные. Вот рецессия, это для России рецессия. Вот это будет удар. Для Китая это очень большая проблема. Вот таких стран, конечно, эти все дела касаются жестоко. А богатые страны, они и есть богатые страны. Они все переживут, конечно, и идут дальше. Больше экономика, прежде всего, важна. Мы должны смотреть его не в ракурсе того, что есть какие-то временные падения, а какая у вас вообще страна, как она устроена, и почему какие-то экономические спад там может оказать для вас такое губительное влияние. Ну, у китайцев там власти коммунисты, понятно, где проблема. А Россия и Путин. Ну, что делать? Владимир Владимирович не очень читается какими-то экономическими делами. Делает, что хочет. Грабит население российское. И продолжает это делать, конечно. Поэтому, конечно, вот здесь прогноз плохой. Будет хуже. Хочется что-то светлого. Чтобы не было только вот такие темные цвета, как был в жизни в Новом году. Будут в Новом году всякие интересные выборы, где мы надеемся, чтобы побеждают белые силы. Конечно же, мы надеемся на то, что наша планета будет только расцветать, и никакие климатические какие-то катастрофы его не ждут. У многих семей будет радостное событие, будут новые дети, заключаются новые браки. На все это мы надеемся, что будет лучше у каждого человека. Люди хотят быть счастливыми. Они не хотят быть не счастливыми. Это же как бы закон жизни. Чем больше спокойствия, чем больше радости, тем дольше люди живут, качественно живут. Поэтому это все очень важно. Поэтому вот хочется это и вам желать. Вот счастья, спокойствия. Это самое главное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова